Свадьба прошла настолько невероятно, прекрасно. Я думаю, что в моей жизни это была такая лучшая свадьба. Самая прекрасная. Может быть, по той причине, что это была свадьба моей любимой дочери. Давайте мы коротко помолимся. Господи, благослови. Да, нам хранить себя в совершенном мире. Я также верю в то, что счастье совместимо с тем человеком, который принял твердое решение, быть счастливым. И держать свое сердце всегда открытым. Двери своего сердца всегда открытыми. Для самого главного спасителя. Совершителя нашего счастья. Нашего Господа Иисуса Христа. Быть счастливым. Это решение. Быть всегда радостным. Это решение. Быть всегда в совершенном мире. Это решение. Твое решение. Быть в победе. Это всегда решение. что бы ни происходило для верующего уже приготовлена победа победа во Христе Иисусе даже если меня сожгут на костре так многие христиане были сожжены на костре во время правления царя императора Нерона христиане горели как костры и этими кострами освещали улицы когда по улице шел император Нерон но вы знаете, что делали христиане? они шли на эту смерть с радостными песнопениями с ликованием на устах потому что они знали что вот еще несколько минут и они обнимут своего спасителя даже если меня будут сжигать на костре и если я буду сгорать в любви я уйду с этой земли в самой великой победе в тази победе которая приготовил для меня мой Господь Иисус Христос можете ли сказать на это амин? для любящих Бога за обичащий Бог и призвано по Его соизволение но абсолютно любая ситуация она ко благо нас ничем не победить и ничем не напугать и тема моей проповеди сегодня и днешне-то тема на проповеди и двое и будут двое одноплоть и вам это что будет одноплоть ну такие легкие наставления молодоженам много легких наставлений они потом посмотрят по БХТВ три раза в неделю можно смотреть на завтрак, на обед и на ужин я прочту послание к эфесянам 5 глава здесь пастор Андрей в пятницу уже читал это место когда благословлял наших молодых я бы хотел чтобы сегодня после вот этой проповеди мы коротко помолились всей церкви и бихи сколов края на проповеди с помолем за одну за молодоженов за молодоженств и благословляй эту новую семью в церкви мужья любите своих жен как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее послание к эфесянам 5 глава 25 стиха и давайте послушаем внимательно чтобы осветить ее очистив баню водной посредством слова чтобы осветить ее очистив баню водную посредством слова чтобы представить ее себе славной церкви не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного но дабы она была свята и непорочна я вот на этом хочу остановиться вы знаете вот так написано мужья любите своих жен как Христос возлюбил церковь свою церковь это кто для Иисуса Христа это булка правда ну не такая булка как вот мы привыкли по-русскому называть а это невеста невеста по-болгарски булка и вот за эту булку Иисус Христос умер и вот здесь очень такие просто классные потрясающие стихи чтобы осветить ее очистив баню водное посредством чего посредством слово вот вы знаете насколько мощными могут быть слова наши вот когда они правильные правда мы окажем со своими словами можем очистить человека а можем и осквернить можем да го оскверним и вот здесь очень важно какое решение я приму что я буду говорить о своей невесте о своей будущей жене о своей любимой если я о ней говорю только хорошее если у меня мощная мотивация я верю в то что она чистая что она святая что она непорочная что она будет неверной женой что она никогда не предаст знаете это мотивация это вера придают силу невесте правда посмотрите речь сейчас идет о Иисусе Христе става дума за Иисус Христос и его невесте которая есть церковь его и которая ему еще не стала женой но Писание говорит двое станут одной плотью и тайна сия велика это слова апостола Павла и он повторяет сои двоеточие и это уже в конце в крае тайна сия велика 32 стих я говорю по отношению ко Христу и к церкви и будут двое одна плоть вы знаете вот слияние еще не произошло ну вот на том телесном уровне когда муж и жена становятся одной плотью но что-то происходит на таком тонком уровне вы знаете перед тем как муж и жена станут одной плотью перед тем как они сыграют свадьбу на врачном пере им очень важно слиться воедино и это происходит на уровне слова значит когда мы приходим и становимся церкви частью церкви мы призваны очень обильно пропитываться Словом Божьим это Слово Иисус Христа это Слово оно проникает в наши жизни прониква в нашите животи и что оно делает и какво прави то оно очищает нас правда оно освещает нас оно отделяет нас чтобы сделать нас частью Христа за да ни направи часть от Христос потому что что есть в церкви церковь это есть кость от кости и плоть от плоти хотя на самом деле еще брачного пира еще не произошло вот это великое таинство и от вот этой тайны просто преисполняется в мое сердце насколько Бог все так предусмотрел как Бог всичку и предвидел давайте я открою сегодня где моя любимая дочь здесь а дочь это тебе так сегодня я открою знаменитую что вытворя многоизвестно 31 главу 31 глава притчи Соломона притчи на Соломон с 10 стиха вот 10 стих кто найдет добродетельную жену цена ее выше жемчугов уверенно в ней сердце мужа ее и он не останется без прибытка вы видите прибыток зависит вообще не от мужа почему это зависит не от мужа так в библии говорит так как в библии она воздает ему добро а не зло во все дни жизни своей добро тоже от мужа не зависит добро собственность зависит от мужа во все дни жизни его добывает шерсть силен из охоты работает своими руками она как купеческие корабли издалека добывает хлеб свой она встает еще ночью раздает пищу в доме своем и урочная служанка своим задумывает она о поле и приобретает его от плодов рук своих насаждает виноградник припоясывает силу челеса свою укрепляет мышцы свои она чувствует что занятие ее хорошо и светильник ее не гаснет на ночью протягивает руки свои к прялке и персты ее берутся за вересино длань свою она открывает бедным и руку свою подает нуждающемуся не боится служить для семьи своей потому что вся семья ее одета в двойные одежды она делает себе ковры весон и пурпур одежда ее и смотрите как интересно 23 стих 23 стих муж ее известен ворот когда сидит со старечинами земли это очень известная история я не помню с кем она точно произошла но если же там с Кугосой есть случай ну как-то один мужчина вот наш один муж по-моему это было в Великобритании мысли чей в Великобритании было встречает срешта жену премьер-министра сетруга она премьер-министр на Великобритании о, говорит привет, ты меня помнишь? и доказывает здравствуйте, помнишь ли мы? это же я мы учились с тобой вместе в одном классе заодно учим мы в один класс я слышал, что ты вышла замуж и стала женой премьер-министра в Великобритании ну это такая великая честь сегодня поздороваться с тобой и твоя много великая честь ты сосредоточилась с тобой и я хочу тебе еще сказать я когда-то был в тебя влюблен я радуюсь за то что ты тогда не вышла за меня замуж потому что ты сегодня была бы женой обыкновенного таксиста и знаете, что эта женщина ему ответила ты глубоко ошибаешься я не была бы женой таксиста если бы я вышла замуж за тебя ты сегодня был бы премьер-министром и вот это вот знаете, это правда и твоя истина есть такие женщины благословенные от Господа не важно какой муж у нее она так будет верить в него что рано или поздно он будет сидеть у ворот то есть ты будешь припортить с самыми известными людьми города страны вот меня лично это очень радует я очень хорошо знаю свое призвание я должен просто сидеть у ворот земли со старейшинами и мы должны вести и мы должны вести такие интеллектуальные разговоры жена правда у меня об этом что-то как позабыла в последнее время все гоняет меня сегодня застало полы мыть я конечно шучу слава Богу что жена в меня когда-то очень сильно поверила слава Богу что никуда моета супруга поверила в меня что меня даже сегодня по телевизору показывает что даже сегодня показывают по телевизору опять шучу давайте пойдем дальше что-то сегодня никто не смеется мне когда-то понравилось в нашей церкви в Казахстане одна сестра сказала мы не кажется на таком уровне находимся что мы научились плакать с плачущими ну вот радоваться с радующими мы пока еще не умеем потому что это очень трудно за что-то твое много трудно просто хочешь сказать ну вот опять ей повезло да вот она искажите 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 да кажем опять она злата позавчера перехватила букет у всех невест злата он за день не хванала цветы от невесты представляете сколько я другим булкам ждать придется и сколько другите момичета трябва дача замуж выйдет докато злата ще се уможе уможе с 20 так где он сидит у ворот 23 значит 24 стиха вот 24 стих она делает покрывало и продает и пояса доставляет купцам финикийским крепость и красота одежда ее и весело смотрит она в будущее уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности встают дети и ублажает ее муж и хвалит ее много было жен добродетельных но ты преврошла всех их миловидность обманчива и красота суетна но жена боящийся господа достойна хвалы можешь сказать на это аминь аминь мне бы хотелось Сянечка чтобы ты запомнила сегодня только вот эти слова хотя бы вот эти слова да ну первое это муж твой должен сидеть на самой высоте а во вторых чтобы жена боящаяся господа достойна похвалы роман где у нас сегодня а все теперь по роману пройдемся да ну это знаменитый первый псалом с первого стиха он такой короткий да вот конкретно мне понравилось как Аночка рассказывала на свадьбе как она познакомилась с романом много мне хареса как Аня рассказываше как себя запознала с романом и отметила такую характеристику и тебя отбелязла одна характеристика в его опциях в опции тему он так много разговаривал то и толкова много и говорил говорит 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 но потом слава Богу что эти слова начали подтверждаться делами тоже подтверждает писание и писание это подтверждало слова они конечно хороши но когда слова не подтверждаются делами то это просто слова они как мыльные пузыри просто лопаются а вот когда они подтверждаются уже делами обещал носить на руках и понес и у тебя доноси и это было так прекрасно созерцать как видеть как Роман носит нашу Анечку на руках своих ему не тяжело и вот он своими словами он тоже подготовил Анечку настроил ее очистил осветил свои мотивации свои веры и своими делами расположил ее сердце добился ее потому что она совершенно не собиралась выходить замуж но слава Богу что Роман был очень настойчив и вот наставление для Романа блажен муж который не ходит на совет нечестивых не стоит на пути грешных и не сидит в собрании разлетителей но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь и будет он как дерево посаженное при потоках вод который приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет и во всем что он не делает успеет Аллилуйя слава Богу знаете действительно почему для одного мужа очень важно пребывать в законе Господнем за что за один муж и важный да пребывал в закона на Господь не убегай Роман я же для тебя хорошо хорошо я же для него стараюсь да да почему синдром почему важно для мужчины пребывать в Слове Господне потому что особенно в совершенном законе который Господь для нас приготовил по Новому Завету знаете это только у Господа можно этому научиться вот как Библия устроена особенно Новый Завет вот чем больше ты читаешь Новый Завет тем лучше тебе хочется становиться правда я помню одну историю про Иисус Христа и ученики увидели одного человека который именем Иисус Христа бесов изгонял но не был учеником Иисус Христа и они подошли к Иисусу и говорят а почему Он это делает Он же не следует за тобой давай мы пойдем разберемся с Ним поговорим но что Иисус Христос сказал они сказали мы запретим Ему а Иисус Христос говорит не запрещайте и доказывать не госпирайте почему за что потому что тот кто что-то сделал моим именем он потом еще долго-долго время помните это место не сможет сделать ничего плохого ну я примерно своими словами но вы знаете это правда когда мы читаем слова Иисус Христа согласитесь со мной каждый из нас становится лучше мы становимся еще светлее и светлее не хочется заниматься никакими безобразиями беззакониями просто хочется следовать за Иисусом говорить то что Он говорил делать то что Он делал и поступать в этом мире как Он поступал так написано правда и чем мы больше это делаем тем лучше мы становимся толкова по-добри ставим вера в Иисус Христа освещает нас и это очень прекрасно знаете я спрошу вас сегодня когда двое влюбляются друг в друга вот какая конечна цель любви по какому признаку мы можем сказать ну вот они так сильно полюбили что они создали семью что еще создавать семейство как плод какой плод плод любви да я думаю что согласен с вами что когда двое любят друг друга самая вершина эпогеи любви может может что они захотят и вместе совместных детей пройти через эту боль через эти муки страдания взрастить взрастить детей не так просто и сделать их достойными гражданами небесного царства даже не просто достойными гражданами Болгарии не просто достойные граждане на Болгарии я так верю вырасти детей чтобы они стали достойными детьми небесного царя вот для меня вот эта цель я думаю что вот это выражение любви и когда на нас Наташа посмотрят и скажут ну вот они семью построили детей выросли дети выросли и стали служителями и такими живыми служителями которые открыли свои церкви родили еще духовных детей и благословение продолжилось ну тогда конечно вот это любовь я раньше думал что наверное моя любовь к Натали проявляется в том что я в любой момент в своей жизни готов умереть за нее но вы знаете умереть на самом деле не трудно но до умра не только трудно ну умер и что а Наташа потом скажет ты где вообще ты куда сбежал вообще ты на что нас бросил за что не заставил а кто мне будет новое платье да покупать и понятно что это будет не очень хорошо я когда-то принял решение чем умирать за свою жену я лучше буду для нее жить и радовать ее и радоваться не только нашим детям я думаю что это будет хорошо чтобы дни наши были насыщены и последнее место которое сегодня хочу открыть меня сегодня попросили покороче я уже закорачиваюсь послание к эфесянам пятая глава опять я открываю это же самое место 22 стих я уже прочту что касается жен с 22 стих жены повинуйте своему жям как господу потому что муж есть глава жены как и христос глава церкви и он же спаситель тела но как церковь повинуются Христу так и жены своим мужьям во всем и вот здесь одно такое но о том что жены повинуйте своим мужьям как господу написано я не думаю что господь может со своей жены потребовать чего-то унизительного или чего-нибудь осквернительного то есть жены призваны повиноваться своим мужьям в тот момент когда мужья призывают их делать что-то соответственно господа нашего то есть мы должны быть рассудительны добродетели и дальше идут то что я уже прочитал мужья любите своих жен я хочу уже сразу перейти к концу и прочесть 28 стиха так должны мужья любить свои жен как свои тела любящие свою жену любят самого себя ибо никто никогда не имел ненависть к своей плоти но питает и греет ее как и господь церковь потому что мы члены тела его от плоти его и от костей его посему оставит человек отца свою и мать и прилепится к жене своей и двое и будут двое одна жену как самого себя а жена добоится своего мужа можем сказать на это аминь и вы знаете я уже заканчиваю эту проповедь я закончу тем с чего я начал будут двое одна плоть и это происходит еще до слияния до брачной ночи это происходит когда у двоих становится одно сердце вот в этом общении вот в этих словах если они читают единое слово Божие оно их объединяет оно делает их единомысленными как и написано про первоапостоль церковь и всех верующих было одно сердце и была одна душа вот таинство церкви Божьей на каком-то уникальном уровне в каком-то моменте мы все становимся одним одним целым одной плотью и это плоть Иисуса Христа и это происходит тогда и това се случва когато обичаме нашия Господь всем сердцем всей душой всем разумение всей крепости читаем Его Слово послушно Слово исполняваме Слово се исполняваме с Святия Дух И вот сегодня мы к этому приходим Мы приходим к причастию Что такое причастие? Причастие это тот акт когда кушаешь что-либо принимая мы становимся частью Правда ли? Частью нашего Господа Иисуса Христа И как будет прекрасно когда нас когда-то пригласят на брачный пир и мы окажемся в брачных одеждах и Господь нам скажет хорошо добрый и верный очень важное качество творить добро Иисус Христа исполнять Его слова заповеди да исполняваме думите Му заповедите и оказаться Ему до конца верными и да будем до края верни на Него влез в радостта на Свой Господин и мы войдем на брачный пир и навсегда сделаемся частью нашего станем его женой и вас есть от этого радость вы в это верите очень важно в это верить потому что Иисус Христос Он в нас очень сильно верит как кто-то хорошо сказал на ответ атеиста на отговор на один атеист атеист сказал я в Бога не верю и верующему сказал но Иисус Христос в тебя очень сильно верит вот такая сильная вера мы все были я был атеистом мы практически все были атеисты но вера Иисус Христа она сделала нас христиан давайте мы склоним наши сердца попрошу постарей пасторе Андрея о пастор Роман Александр Рожданович я не вижу на дискомага выйти помочь да уже можно не переводить давайте склоним наши сердца и